Девушки отдыхают Кулинарное шоу «Первые на кухне» И вновь на нашей кухне 4 смельчака, 4 участника, которые не представляют и дня своей жизни без готовки Сегодня им предстоит сразиться друг с другом за право остаться в полуфинале Я напоминаю, что только двое из них получат фартуки полуфиналистов Итак, мы начинаем наш кулинарный паттл Субтитры создавал DimaTorzok Макс Маркет Макс Маркет – уникальный гипермаркет, где можно найти абсолютно все Но сегодня мы остановимся на собственном производстве хлебобулочных изделий Несколько видов батонов – хлеб бородинский, якутский, гречневый, сырный, тосканы и многое другое Ценители полезной кухни непременно оценят состав продуктов Все выпекается из ржаной, гречневой и муки высшего сорта А большая семья непременно оценит семейный хлеб А для семейного торжества или просто сладкого чаепития – огромный выбор десертов Торт медовый, рубленый, птичье молоко А также вы здесь найдете авторские торты от кондитеров Макс Маркет – торт манговый и вишневый Александр Иванов – отец двоих дочерей Работает главным экономистом Готовить научился в полевых условиях во время походов Все поменялось после поездки в Исландию Когда Александр открыл для себя новые продукты, кроме привычных мяса с макаронами и рисом Нашел, пришел проверить свои возможности Потому что, ну, во-первых, это творческие задания Дома у нас есть, в принципе, возможность есть всего, что угодно готовить А на работе у меня совсем только цифры Александра Филиппова – бабушка пятерых внуков Свободное время старается проводить больше на природе, подышать свежим воздухом Любимое место дома – кухня, где Александра создает кулинарные шедевры для своих родных Меня подруга предложила, поэтому пришла и сразу отказалась сначала Второй раз позвонила, я сказала – хорошо Эдуард не устроит, жена – трое детей Охотник, рыбак и футболист-любитель Мясо, рыбу и дичь любит готовить, а вот с мучными салатами не дружит Я как бы не кулинар от Бога, да, но мои дети замечают, что я готовлю вкуснее дома Ну, это как бы не в упрек супруги, но обычно так И чего ожидаешь? Ожидаю победы Наталья Атласова – студентка юридического факультета С детства занимается шахматами, играет на фортепиано, увлекается историей и математикой Любит французскую кухню Я ожидаю новых знакомств, новых эмоций и узнать вообще какие кулинарные способности Участники готовы показать все, на что они способны Прямо сейчас они узнают, что им предстоит приготовить Итак, участники, добрый день Пришло время узнать ваше сегодняшнее задание Вы готовы? Ну, я думаю, что, скорее всего, что-то мясное, наверное И, наверное, салат Я бы не хотел готовить выпечку, так как я вообще с мукой не дружу Вот, остальное, в принципе, можно Ну и салата тоже не люблю Я думаю, что мы будем готовить что-нибудь из мясного, может, из рыбы Или что-нибудь, может, кондитерское какое-либо Потому что я сама предпочитаю более такую французскую кухню И, ну, то есть я люблю рыбу и все такое Я надеюсь, что мы сегодня будем готовить борщ Или солянку, или что-нибудь такое Ну, то, что все знают Либо кашу Мне, наоборот, кажется, что каша, вот эти вот борщи, солянка и так далее Это, наоборот, самое сложное блюдо для готовки Потому что их оценивать очень сложно Если нас будут оценивать судьи высокого класса, скажем, повара и так далее То они нам даже малейшую ошибку не простят Я думаю, что буду готовить рулет с курицы и с рыбы Это мои очень любимые блюда Сегодня вам предстоит приготовить рулет из курицы и рыбу В каком виде рыбу вы будете готовить, решать вам Запекать вы ее будете, варить или жарить Каждому блюду вы должны приготовить как минимум один гарнир, а также соус На все вам дается ровно полтора часа По традиции, перед тем, как вы приступите к выполнению задания Вы пройдете жеребьевку и возьмете по очереди все, что вам необходимо из общего стола для приготовления блюда Итак, я прошу подойти по очереди и вытянуть свой номер Любой выбирает, да? Любой выбираете Итак, у вас первый номер Вы подойдете к общему столу первым Четвертый К общему столу вы подходите последним Готовить из того, что есть, это самое лучшее Потому что если я был бы первым, допустим Я бы очень долго жалел что-то, я чего-то не взял Что-то забыл и так далее А если там из того, что осталось, готовить это да Это у нас обычно всегда так ведь бывает Третье Я подойду к столу, что осталось, и оттуда посмотрю и возьму У вас второй номер Ну, мне нужны, по идее, мука, сливки, соевый соус, лимон, овощи Я очень сильно надеюсь, что Эдуард это все не возьмет На выбор продуктов участникам дается ровно одна минута За это время они должны успеть взять все, что им необходимо для приготовления гарнира, соуса и основного блюда Итак, Эдуард, время пошло Все забираю, да, тогда? А я поделюсь, если что, ребята Осталось 30 секунд 20 5 4 3 2 1 Все, время вышло За 60 секунд Эдуард успел набрать столько, что и унести все за раз не получается Но, видимо, участнику и этого мало Мед не брали А, нет, я его глазами отложил Нет, нет, нет Да, да, да Отложите Я забыл сметану или сливки, что там было, но я в руках это все держал, но мне не разрешили Я глубоко огорчен такой ситуацией Ну, надеюсь, мои коллеги по отцеху меня в беде не оставят, потому что я много чего взял, чего у них тоже нет 15 10 5 4 3 2 1 Да, только Наталья подумала о фольге и пергаментной бумаге, а ведь это самое нужное для тура Я сейчас взяла продукты, и тут очень много продуктов нет, которые мне нужны были при готовке Я не знаю, что я буду из всего этого готовить, но будем импровизировать, и что получится, получится 15 секунд 10 5 4 3 2 1 Стоп Александра берет только то, что ей нужно взять Опыт участника заметен 15 10 5 5 4 3 2 1 Стоп Все Да, коллеги совсем не подумали об Александре Видимо, нашему участнику и вправду придется готовить из того, что есть Эдуард обещал поделиться, но сдержит ли он свое слово? Ну, масло, масло, масло могу, конечно, поделиться, только я не вижу у тебя, чем мне нужно Ну, я же, мы же, мы же с тобой знаем, что такое розмарин, мы же с тобой любим мясо Ты же понимаешь толк в нем, в розмарине Ну, конечно, ладно, как бы по-братски тут, если что там, девушки жили Мы же мужики солидарные должны быть, конечно, я тебе сделаю Я тебе просто буду говорить, что как будто я тебе не даю, но я тебе дам Надо же немножко конкуренцию Эдик, у меня два меда Своего и мука Я взял все, что было, оставалось Из гарнира тут какая-то пшенка, что ли Соус делать практически не из чего Из того, что я взял, не знаю, ну как Надо придется кленчить у соседей, хотя бы масло тоже самое взять у них Потому что, насколько я понимаю, без масла вот эти вот вещи наши не работают Не пожарить, ничего не сделать, вообще не получится Все выбрали свои продукты, но в глазах заметна легкая паника На общем столе никто не нашел сливочное масло Итак, участники, вы набрали продукты, с которыми вам предстоит работать и выполнить задание Но мы заметили, что вам не хватает практически каждому одного ингредиента Эксперты решили пойти к вам навстречу и преподнести этот ингредиент И это сливочное масло Но достанется оно только одному участнику, который справится с заданием Итак, участники, внимание, вопрос Вам нужно назвать блюда якутской и французской кухни Основным ингредиентом которых является как раз-таки сливочное масло Соломады? Нет Для соуса Ну какие это блюда? Это французское мясо Французское блюдо на основе сливочного масла Итак, какие варианты? Соломад, якутское блюдо и бешамель французское Отлично, и наше сливочное масло достается Эдуарду Итак, участники, вам дается ровно 90 минут на оба блюда Я напоминаю, что за это время вы должны приготовить рыбу и рулет из курицы Также гарнир к нему и соус Эксперты будут оценивать время, вкус и оформление блюда Потому сервировке тоже уделяем особое внимание Итак, участники, приготовились и время пошло Зима, это то берег ледяной, холодный и желанна только кружка горячего чая То лед, утаивший застывшие пруды, в ожидании лопат и коньков Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры И не может быть утро недобран, без тепла и уюта в душе Сохраните тепло с Хозмаркет Четверка смельчаков начинает борьбу за право пройти в полуфинал Сегодня им предстоит приготовить рулет из курицы и рыбу Кто сможет отличиться и остаться в шоу? А кому придется покинуть кухню? Победы? Только победы Вперед, так вперед Пришел проверить свои возможности Уверена, что я делаю как надо Валюта проекта – нужный ингредиент Каждый пошел обменивать свои продукты на нужные Самым главным ингредиентом для гарнира в этом туре является булгур Его можно приготовить с шампиньонами, овощами, на основе сливок И весь он достался Александру Но, кажется, участник не знает, как его готовить Сможет ли он правильно использовать столь ценный ингредиент? Пользую рулет, курильник Вот этот винтик буду делать Уверенно к рулету приступает Эдуард Примерно, ну, скажем так, когда-то что-то видел И на интуиции просто делал Что получится, то получится Надеюсь, будет вкусно Одно и девять, что надо? Между тем, обмен продуктами не заканчивается Все собрались у стола Александры И хотя у участницы не самый богатый стол с ингредиентами Она всем предлагает свою помощь Все участники мне как дети, я буду помогать им Саша очень высокий Да Тоже сильный, мне кажется, любит готовить Для меня Александр опаснее Я думаю, что меня зря недооценивают Участники должны приготовить на каждое блюдо по две порции Подать к ним как минимум один гарнир и соус Курицу нельзя выкидывать просто так Поэтому я из нее супчик сварю маленький какой-нибудь И в этом супчике приготовлю гарнир И этот гарнир подам к рулету куриному Все идет по плану Процесс движется Ну, то, что получится, то увидите Что это будет? В процессе это рулет Это я готовлю к рулету На нашей кухне нельзя расслабляться ни на минуту Каждую секунду может что-то пойти не так Пока Эдуард пытается найти общий язык с духовкой Александр тщетно старается завернуть свой рулет И так у меня вообще ни разу рулет не готовил Для меня рулет это что-то завернутое во что-то Как делать? Рулет будешь делать? Рулет завернуть Аня, получается вот так вот Почти готово, наверное Вот так? Готово? Вот так Взаимовыручки этой четверки просто не занимать Каждый участник так и рвется помогать другому Только что Александра завернула рулеты Саша Но я не уверена, что самой Александре в скором времени Хватит вообще времени на то, чтобы все приготовить Будут ли ей помогать в дальнейшем? Александра мне помогла справиться, во-первых, самое главное с волнением И я уже отделался от мысли о том, что у меня рулет завернуть не получится Для Александра приготовление рулета из курицы Стало проверкой его кулинарных способностей Моя кулинарная история начиналась с курицы Как я готовил окорячка куриные Я надеюсь, что курица, она и не закончится Продолжится дальше Сейчас я буду готовить Как я готовил? В детстве я В детстве я просто вот Мне было где-то лет так 8, наверное Брал куриные окорячка Нашпигую их Чесноком и так далее Все посыплю там приправой уже готовой И в духовку И для меня это было, в принципе, возможно сделать уже 8 лет Вот сейчас вот думаю, что с тех пор я и никак не продвинулся в готовке куриц Как опытная хозяйка Александра действует по четкому плану Пока некоторые только разбираются с ингредиентами, у нее уже выпекаются и рыба, и рулет Блюда уже в духовке Потом солото буду делать Готовы блюда Успеваете? Пока На совершенно незнакомой кухне всем участникам приходится нелегко В этот раз духовка не поддается никому из этой четверки Когда я ставлю, это все начинает так дуть Я не могу поставить нормально Время идет, и обстановка на кухне начинает накаляться Не потеряют ли участники свой начальный боевой настрой? Если девушки уже знают, что приготовить, какой соус подать Каким будет оформление блюда То наши парни справляются с проблемами по мере поступления Что же будет у нас в конце? Мука, которую я добавил, превратилась в тесто Ну, мы не ищем легких путей, можно сказать, да? Видимо, нужно начинать заново все К сожалению, у меня так не пройдет Сыра у нас больше нет Так, солнышко вырывать, ну что? Будет маленький Солнышко приготовим рулет Даже у собранной Натальи начинается легкая паника Еще бы, ведь рядом с ней работает опытная Александра У которой все идет как по маслу Во-первых, она женщина с опытом готовки Много готовила Я уверена, что у нее все получается сейчас А у меня бардак Да, да, я вот здесь Эдик Быстро О, а вот, спасибо Большое спасибо Пожалуйста Не надо запах у тебя здесь, а? В порыве помочь своим коллегам Александра напрочь забывает о себе Надеюсь, что-нибудь придумали Свою последнюю отдали? Да Похоже, для Эдуарда главная битва в шоу Не с другими участниками А с духовкой и пергаментной бумагой Половина, да, половина нет Этот злосчастный пергамент Все норовит закрыться И все время закрывается Поэтому у меня половина запеклась А половина нет Сейчас попробуем исправить Не получится так, не получится Что ж поделаешь Вот что бывает, когда у нас есть четкий план действий Пока все участники справляются с куриным рулетом И подумают, что делать с рыбой Наташа уже подготовила рыбные кофлеты Приготовила овощи на гриле И осталось сделать только соус к первому блюду Что же будет дальше самый скоростной участник? Рублет, получается, сделала из куриного фарша Добавила туда сыра, чеснока, зелени И закручиваем Но что-то слишком много чеснока в этом рулете Посмотрим, что скажут эксперты Наши коллеги по цеху Наши девушки уже Соприготовили? Как считаешь? Ну, одни У нас тут резкие-реские движения У них все спокойно, вроде вкладно Видимо, у них все получается Да Уже все движется Для решения Не говори Я хотел сначала сделать бешамель Как будто бы Но за основу взять бешамель И куриным бульоном сделать именно вот такой вот соус Но у меня этот соус не вышел Не получился Поэтому я решил уже не экспериментировать А то, что я сам люблю готовить Вот взял просто вот А это к какому блюду у тебя будет? Курица к рыбе? Это будет к рулету Рулет у меня подошел как раз Но не всегда со стороны виднее Особенно, когда дело касается кулинарии Каждый в сегодняшнем туре решает свои проблемы Рыбу хочу приготовить Рулет из мяса Преимущественно германское блюдо Традиционно для начинки рулета из курицы Используют овощи, грибы и сыр А вот для пикантности можно добавить сухофрукты Но отважится ли кто-то из участников на эксперимент? Самый главный ингредиент сегодняшнего дня готов Получилось ли у Александра приготовить булгур как надо? У меня тут момент истины Мне нужно попробовать вот это блюдо Которое готовилось в пакете О, соли не хватает Ладно уже Гарнир готов Похоже, каждый участник поймал волну Эдуард приступил к гарниру У меня будет рыба в фольге Поэтому гарнир уже предусмотрен в самом блюде Поэтому вот так И это что у нас будет? Что? Что за гарнир будет? Это будет обычная картошка с луком и морковкой Картофель сегодня стал самым популярным продуктом Неужели у всех будет один и тот же гарнир? Посолю А вот так буду И в духовке поставить буду Чтобы вкус был хороший Половина отведенного времени подходит к концу Эта четверка, похоже, не укладывается по времени Успеют ли они все приготовить? Сегодняшнее меню застало врасплох многих участников Некоторых смутил рулет из курицы Рулет из курицы Это для меня вообще Не знаю, это как Ну что-то вот такое вот Как картон блю какой-нибудь приготовить Больше у меня пока никаких особых мыслей нет Ну, насчет рулетика из курицы я немного сомневаюсь Не знаю, как я буду точно готовить У меня есть такой, скажем так, коронный соус Он подходит ко всем блюдам Курица же это птица Ну, как бы мясо же, я думаю, подойдет Вот По поводу рыбы Ну, рыба, наверное, будет с картошкой Ой, очень я рада, что получил у нас этот рулет из курицы Я очень люблю готовить рулеты Основные ингредиенты, как курица и рыба, участникам раздаются поровну Из общего стола им нужно было выбрать только те ингредиенты Которыми они должны были облагородить конкурсное блюдо Ингредиенты отобраны Обмен состоялся На кухне кипит работа Опытная Александра успевала не только справляться со своим заданием Но и приходить на помощь практически ко всем участникам Как делать? Рулет будешь делать? Рулет завернуть А, нет, получается вот такой Почти готово, наверное Вот так? Готово? Так Ладно Шансы у всех одинаковы Духовой шкаф отказывается работать у всех Это все начинает так дуть Я не могу поставить нормально В упорной борьбе с пергаментной бумагой Эдуард все-таки одержал победу Половина, да, половина Нет, этот злосчастный пергамент Все норовит закрыться Ох уж этот булгур В начале тура Александр много времени потратил на изучение способов приготовления незнакомого ему продукта О, соли не хватает в сторону При старте фортуна оказалась не на стороне Натальи Девушке пришлось придумывать и корректировать свой план готовки на ходу Но девушка в процессе собралась и даже первая успела приготовить гарнир блюда Но какими бы собранными ни были участники Время играет не в их пользу Из-за спешки участники начинают терять концентрацию Я не могу понять, как работает блюда Поэтому забываю Поэтому это масло будет гориться А так все нормально Пока Это у меня соус импровизированный, кисло-сладкий Так ингредиентов не хватило Мед я в спешке забыл Без меда Проблема уже закончилась, извините, ребят Я сжег скуру По-моему, участники перестали следить за временем Освоились на кухне И хождение друг к другу стало очень часто Или же это все-таки попытка разведать ситуацию Наташа Да? Можно мне один чили-перчик? Да, конечно Спасибо А ты уже все? Ну да, украшаю Украсть осталась Украшаешь? А у тебя по одному блюду? На каждое, да? Да Вроде два говорили Да? Да, вроде по два же говорили То есть рулета два у тебя блюда должно быть И рыбы два блюда И что же делать? Разделить Ну давай, желаю удачи Спасибо за перчик Наталья не поняла задание И готова опустить руки А ведь до этого она опережала всех Ну, хватит ли ей времени теперь? В следующем выпуске наши участники встретятся с экспертами Чьи работы будут признаны блюдами дня? Узнаем на следующей неделе Не знаю, что из этого выйдет Но надеемся на лучшее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok